В прошлом году, да и в этом тоже, мы уже рассказывали о жертвах мошенников, разных слоев населения, профессий, занятий и возрастов. Всех их объединяет одно. Несмотря на то, что они прекрасно знали, все равно попали в ловушку аферистов. Мы уже обогнали большой город, это Нижикамск, да, УВД. Мы уйдем на уровне уже Челнов. Понимаете, вот у нас уже такой, из-за того, что у нас нефтьюный город. Если быть точным в цифрах, то за первое полугодие альметьевские полицейские зафиксировали 1395 преступлений. 321 пришлось на мошенничество. За первый квартал года их набралось 291. Кратковременный спад правоохранители отметили в середине мая. Но аферисты быстро набрали прежние обороты. 2023-й альметьев закрыл с больше тысячи случаев, то есть с тем же соотношением четверть от всех преступлений. Мы возьмем, за неделю может совершиться одно-два убийства, да, а мошенничество совершается 30. Это представляете, сколько раз. Вот магазины, пятерочки и так далее, да, они, так скажем, чуть-чуть, чуть-чуть, может, отстают от мошенничества, да. У нас после первого места занимают мошенничество, а потом идут у нас магазины. Махинаторы уже давно ведут работу и в общем, и в частности, они не дискриминируют по возрасту. Каждому предлагают свое. Для пенсионеров схема «ваш родственник попал в беду». Для молодых они как сети раскидывают объявления о быстром заработке на инвестициях. Средний возраст чаще попадается на купли-продажи в интернете. И в качестве универсальных схем выступают «переведите деньги на безопасный счет и продлите тариф через госуслуги». Тимур Туманов, новости Юго-Востока.